Вторая книга «Параллепомен». Глава двадцать третья. На седьмой год священник Ехаида, набравшись мужества, вступил в союз с главами сотен. Азарьёй, сыном Ярахама, Измаилом, сыном Ехоханана, Азарьёй, сыном Аведа, Амаасиёй, сыном Адаи, Элишафатом, сыном Зихри. Они обошли всю Иудею, собрали из всех иудейских городов левитов и вождей родов Израилевых и вернулись в Иерусалим. В храме Божьем все собравшиеся вступили в союз с царем. И Хаида сказал им, царем должен быть сын царя, так повелел Господь потомкам Давида. И потому сделайте так, пусть третья часть священников и левитов, что заступают на службу в эту субботу, стерегут двери храма, другая треть — царский дворец, еще одна треть — ворота у подножия, а весь народ пусть соберется во двора храма Господня. Пусть в храм Господень никто не входит, кроме священников и левитов, заступающих на службу. Они совершили обряд освящения и потому могут войти. А народ пусть повинуется по велению Господнему. Пусть левиты встанут вокруг царя с оружием в руках, и всякий, кто попытается войти в храм, будет убит. Оставайтесь при царе, куда бы он ни пошел. Левиты и все иудеи исполнили все, что повелел им священник Ехаеда. Каждый взял своих людей, и тех, кто заступал на службу в субботу, и тех, кто был свободен, потому что священник Ехаеда не отпустил ни одной из священнических черед. Он раздал главам сотен копья и щиты царя Давида, которые хранились в храме Божьем. Он расставил стражу с оружием в руках вокруг царя от южной стороны храма до северной, у жертвенника и вокруг храма. Тогда Ехаеда и его сыновья вывели царского сына, возложили на него царский венец и дали ему свиток закона, провозгласили его царем, помазали его и стали восклицать «Да здравствует царь!». Услышав, как народ и стража шумят и славят царя, Гафолия вышла к собравшимся в храме Господнем. И тут она увидела, что на возвышении стоит царь, подле него военачальники и трубачи, простой народ ликует под звуки труб, а певцы под звуки музыкальных инструментов поют гимны. Разодрав одежды, Гафолия закричала «Измена! Измена!» Священник Ехаеда велел главам сотен и прочим военачальникам «Выведите ее прочь за пределы храма, а тех, кто пойдет за ней, убейте мечом!» Так рассуждал священник. Нельзя предавать ее смерти в храме Господнем. Гафолию схватили, вывели через конские ворота ко входу в царский дворец, и там она была убита. Священник Ехаеда, народ и царь заключили завет, договор о том, что все они будут народом Господнем. И люди пошли к капищу Ваала и разорили его, разрушив и жертвенники, и изображения. А Маттана, жреца Ваала, убили прямо перед жертвенниками. Священник Ехаеда велел священникам и левитам заботиться о храме Господнем по установлениям Давида. Совершать в храме всесожжение Господу с ликованием и пением, как записано в законе Моисеевым и заповедано Давидом. У ворот храма Господнего он поставил стражников, чтобы никто не мог войти внутрь, если он не чист по какой-либо причине. В сопровождении глав сотен, вельмож и начальников, Ехаеда вместе со всем народом вывел царя из храма Господнего. Через верхние ворота они вошли в царский дворец. Иоаса возвели на царский престол. Народ страны лейковал, в городе установилось спокойствие, Гафоля была казнена. Глава двадцать четвертая Иоасу было семь лет от роду, когда он был возведен на престол. Он правил в Иерусалиме сорок лет. Имя его матери — Цевья, она была из Беаршевы. Пока был жив священник Ехаеда, Иоас делал то, что в глазах Господа было праведно. Ехаеда выбрал для него двух жен, у которых от него родились сыновья и дочери. Спустя некоторое время Иоас решил обновить храм Господень. Собрав священников и левитов, он сказал им, «Пойдите по городам Иудеи и соберите со всех израильтян подать для ежегодного поддержания храма Бога вашего. Ступайте, не мешкая». Но левиты не спешили. Тогда царь позвал Ехаеду, главу их, и спросил его, «Почему ты не требуешь от левитов собрать с Иудеи и Иерусалима подать, которую учредил слуга Господа Моисей и вся община Израилева, для поддержания шатра свидетельства? Ведь нечестивая Гафолия и ее сыновья разорили храм Божий, и все священное в храме Божьем использовали для ваалов». Царь приказал сделать ларец для подати и поставить его у входа в храм Господень. А по Иудее и Иерусалиму объявили, чтобы жители приносили Господу подать, что была возложена на израильтян еще в пустыне, слугой Божьим Моисеем. Вожди и народ с радостью приносили деньги и клали их в ларец. Всякий раз, когда ларец наполнялся доверху, левиты, видя, что денег набралось много, относили его к царским чиновникам. Царский писец и поверенный первосвященника опустошали ларец и возвращали его на место. Поступая так изо дня в день, они собрали очень большую подать. Царь и Ехаида отдавали эти деньги тем, кто руководил работами в храме Господнем. Те нанимали каменотесов и плотников для восстановления храма Господа и кузнецов и медников для его ремонта. Работа в храме кипела, благодаря этому ремонт был успешно закончен. Работники восстановили храм Божий в его первоначальном виде и укрепили его. Завершив работы, они сдали остаток денег царю и Ехаиде. На эти деньги сделали утварь для храма Господня, предметы для службы, всесожжений, ковши для воскурений, золотые и серебряные чаши и сосуды. И пока был жив Ехаида, всесожжения совершались в храме Господнем постоянно. Ехаида состарился. Насытившись жизнью, он умер. Дожил он до 130 лет. Похоронили его в городе Давидовом вместе с царями, потому что много доброго он совершил в Израиле, служа Богу и храму его. После смерти Ехаиды вожди иудейские приходили поклониться царю, и царь стал слушаться их. И оставили иудеи храм Господа Бога отцов их, и принялись поклоняться столбам, аширы и идолам. Гнев Божий обрушился за этот грех на Иудею и Иерусалим. Господь посылал к ним пророков, чтобы вернулись они к нему. Увещевали их пророки. Но иудеи не слушали. На Захарию, сына священника Ехаиды, сошел Дух Божий. Тот встал на помосте перед всем народом и сказал. «Так говорит Бог. Зачем нарушаете вы заповеди Господа? Не будет вам ни в чем удачи. Ведь вы оставили Господа. Он покинул вас». Против Захарии составили заговор, и по приказу царя его насмерть забили камнями во дворе храма Господня. Забыл Иоаз. Сколько добра ему сделал Ехаида и убил его сына. Тот, умирая, сказал. «Пусть увидит это Господь и воздаст». Не прошло и года, как против Иоаза выступило арамейское войско. Вторглись арамеи в Иудею и взяли Иерусалим. Они перебили всех вождей народа и всю отнятую у них добычу отослали своему царю в Дамаск. И хотя пришедшие арамейские отряды были немногочисленны, Господь отдал в их руки огромное войско иудеев за то, что оставили они Господа, Бога отцов своих. Так через арамеев свершился суд над Иоазом. Арамеи отступили, оставив израненного Иоаза. Тогда слуги его сговорились и в отместку за смерть сына священника Ехаиды убили его в собственной его постели. Так умер Иоаз. Похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. В заговоре против него участвовали Завад, сын аманитянки Шимат, и Ехазавад, сын мавитянки Шимрит. В книге царей рассказывается о его сыновьях, о множестве пророчеств против него и об устройстве храма Божьего. После Иоаза царем стал сын его Аммассия. Псалтырь Псалом 12 Руководителю хора Псалом Давида Доколе, Господи, неужели навеки забыт я Тобой? Доколе будешь скрывать лицо свое от меня? Доколе терпеть мне муки в душе своей, тоску в своем сердце изо дня в день? Доколе враг мой будет превозноситься надо мною? Взглянишь на меня, Господи, отзовись, Боже мой! Вновь даруй свет взору моему, чтобы смертным мне сном не уснуть, и чтобы не сказал враг, одолел я его, и не радовались недруги паденью моему. Я же милосердию Твоему доверился и буду радоваться, ибо Ты спасешь меня. Воспою Господу, щедро явившему мне милость свою. Первое послание апостола Павла Тимофею Глава четвертая Дух ясно говорит нам, что в последующие времена иные отпадут от веры, внимая духом-обольстителям и учением бесовским, порожденным лицемерием лжецов, потерявших всякую совесть. Эти обольстители запрещают вступать в брак и заставляют воздерживаться от той или иной пищи, которую Бог для того и сотворил, чтобы верующие, те, кто познал истину, принимали ее с благодарностью. Ведь все, что сотворено Богом для человека, хорошо, и что принимается с благодарностью, непредосудительно, ибо освящается Словом Божиим и молитвою. Советуя это братьям, ты будешь истинным служителем Христа Иисуса, питающим душу свою словами веры и истинного учения, которому ты последовал. Нелепых же и вздорных басен избегай. Укрепляй себя каждодневно в благочестии. Телесные упражнения лишь некоторую приносят пользу. Польза же благочестия безгранична, ибо в нем обещание жизни и в настоящем, и в будущем. Этим словам можно верить, а не стоят того, чтобы их принять. Ведь для этого мы трудимся и усердствуем, уповая на Бога Живого, Спасителя всех людей, в особенности же, конечно, верующих. Наставляй в этом людей, этому учи их. Никому не следует смотреть на тебя свысока из-за того, что молод ты. А сам будь для верующих примером и в словах, и в поведении, и в любви, в вере, и в чистоте. До моего прихода удели внимание чтению Писания в Церкви, проповедуй и учи. Радей о даре, который обрел ты через Слово Божье при возложении на тебя рук пресвитеров. Дорожи всем этим, живи этим, чтобы успех твой был для всех очевиден. Будь внимателен к тому, что ты делаешь и чему учишь. Пребывай в этом. Если так будешь жить и трудиться, и себя спасешь, и тех, кто внимает тебя. Продолжение следует...